Приветствую, дорогой зритель. Согласно теории эволюции, животные видоизменяются в процессе постепенного накопления мутаций. Однако факты свидетельствуют о том, что переход от волка к собаке произошел быстро, в соответствии с изначально заложенным генетическим потенциалом, а не в результате мутаций. В ледниковый период эпохи плестоценно существовали волки, весьма похожие на нынешних. Вполне возможно, что между ними, как и сейчас, наблюдалось великое разнообразие. Волки, даже степные, ни в коем случае не одинаковы. Одни весят до 150 фунтов, оставаясь при этом мускулистыми, поджарыми, а не ожиревшими, подобно нашим гигантским собакам такого же веса. Другие не дотягивают и до 50 фунтов. Убивали волков, достигавших 40 дюймов в холке, выше самых крупных современных собак. Другие по сравнению с ними выглядят весьма приземистыми. Бывают волки с короткими прямыми хвостами, бывают с длинными и поджатыми. Окрас волков укладывается в ту же гамму, что и окрас немецкой овчарки, от черного до бледно-желтого. Упоминают о некоторых волках с белым крапом. Встречаются красные, а порой альбиносы. Различают, как минимум, 9 видов волков, каждый из которых имеет определенные отличия. Хотя они и могут спариваться с представителями семейства псовых, но детеныши имеют только отвязок с волками. Все волки имеют щенков-отвязок с собаками, и эти потомки не становятся стерильным гибридом, а способны к воспроизводству, подобно обоим своим родителям. Многих волков приручали, и хорошо доказано, что жить с ними рядом вполне безопасно, они столь же преданные и полезны, как любая собака. Взрослые волки, отловленные маленькими щенками и воспитанные эскимосами или другими обитателями Арктики, ведут себя в ездовых упряжках совершенно так же, как собаки. Каюры называют их собаками, не видя никакой разницы между ними и другими ездовыми животными. До чего же они разные, эти волки. Индейцы заводят с волками дружбу, раскрашивают волчатом мордочки. Не требуется особого воображения, чтобы представить себе маленького индейца, притащившего в дом особенно дружелюбного волчонка и приручающего его. Может быть, первым из прирученных был необычный волчонок с белым крапом. Изображение собак или волков. Обнаруженные в засыпанной песком аризонской пещере индейцев, корзинчиков, где хранились 3000 лет, показывают, что, вполне вероятно, могло произойти с волками, чтобы мы получили сегодня право называть этих преобразившихся животных собаками. Собака – это волк, претерпевший ряд устойчивых мутаций или внезапных изменений протоплазмы, каждая из которых давала породистый приплод. Мутации совершаются и сегодня, как совершались на протяжении долгой истории существования волков. Они происходят и у собак, так что каждый желающий может вывести новую породу. В ходе собственного опыта племенного разведения собак я обнаруживал несколько интересных мутаций. Однажды у щенка, полученного от вязки блатхаунда с ирландским сетером, получился идеально закрученный хвост, идеальный для бастон-терьера. В другой раз получился приземистый кокер-спаниель с настолько короткими конечностями, что сошел бы за длинношерстную таксу. В обоих случаях я мог вывести новую породу. Волк выжил потому, что обладал врожденными для своего вида способностями к адаптации. Он доказал, что может жить в любом климате, от холодной Арктики до тропически жаркой Мексики. И это стало одним из ценнейших качеств собак, которое не утратилось в процессе доместикации, а домашнивания. Когда среда обитания изменялась, изменялся, приспосабливаясь к этим изменениям, и волк. Человек превращал волка в собаку, руководствуясь своими нуждами или прихотями. Насколько он изменил его суть? Почти не насколько. Ибо любая собака, от самой крошечной чихуахуа до самого крупного синбернара, волк по всем основным характеристикам, по анатомии и физиологии, но больше всего по поведению, которому и посвящена эта книга. Никто, разумеется, не усомнится в способности собак адаптироваться. Один бигль, например, живет в квартире на парк авеню и ест из миски, а его брат, однопометник, спит на соломенной постилке в неотапливаемом сарае в северном Вермонте, где температура опускается до 30 градусов ниже нуля. Вермонтский брат встает по утрам, потягивается, съедает из миски сухой корм, заедает снегом, чтобы утолить жажду, лает на луну, а когда собаки по берегам реки поднимают вой, вторит им. Он любит сопровождать хозяина в лес, где охотно его покидает, отыскивает и берет след кролика, радостно лает несколько часов, пока того не подстрелит, после чего отыскивает и выслеживает другого, и все это длится часов по 8. Этот бигль великолепно приспособился, но не лучше волков, содержащихся в запарке, и их неотловленных однопометных братьев. Одни выживают, полагаясь на свой ум и силу, другие живут гостями работников запарка. Помня о вышесказанном, легче будет понять, почему собака обладает определенными способностями, и увидеть, что все ее поведенческие реакции в той или иной степени присущи волку, тому самому, от кого она происходит. Или, выражаясь генетической терминологией, геном собаки происходит от генома волка. Если перебрать все генотипы различных пород собак, мы наверняка обнаружим сходство с генотипом волка. Собака стала спутником человека задолго до зарождения письменности, что ярко демонстрирует нам самые примитивные рисунки в пещерах. Несколько тысячелетий назад произошло уже достаточное количество мутаций, чтобы первобытные люди могли подразделять собак на несколько видов. Как минимум, пять тысяч лет назад существовали овчарки, ловчие и сторожевые собаки типа мастифа, ищейки. Со временем определенные характеристики волков, или то уже были собаки, усиливались и закреплялись с помощью отбора мутаций, чтобы собака была полезной для человека. Полезные черты их поведения стояли на первом месте. В каждой характеристике предков собаки усматривали ту или иную пользу. Склонность рыть землю легла в основу пород терьеров, слово терьер происходит от латинского terra, земля, землекопов, или, как говорят собаководы, норных собак. Волчьи любопытства и замирания перед броском на добычу стали главными для подружейных собак, охотящихся на птиц. Лай во время преследования, основная черта гончих, поноска добычи домой, главная характеристика ретриверов, погоня за намеченной жертвой, даже когда рядом целое стадо животных того же вида, важнейшие для блатхаундов и прочих ищеек. Прирожденное дружелюбие и преданность членам семейства составляет основу дружелюбия и преданности собак-компаньонов и домашних любимцев. И конечно, способность к адаптации позволяет сегодня собакам благополучно существовать в бесконечно разнообразных условиях. У волков должны были происходить также мутации, затрудняющие выживание, однако и из их числа многие легли в основу разнообразных, выведенных человеком пород. Надо признать, что едва ли не подавляющее большинство современных пород собак не выжило бы, оказавшись вновь в дикой природе, даже будучи выкормленными волками. Может ли кто-нибудь вообразить, будто бульдог с его короткими конечностями и короткой шерстью, не способный гнаться за добычей из-за затрудненного дыхания, сумеет выжить в естественной среде и продолжить свой род. Или что громоздкому синбернару удастся добывать пищу и жить, или изнеженному чихуахуа, или блатхаунду. Представьте, долго ли просуществует новомодный кокер-спаниель в пышном наряде. Его шерсть соберет всю грязь, мухи станут откладывать в ней яйца, из которых выведутся личинки и заразят собаку. Даже если несчастное животное сразу же не запутается в кустах ежевики, не сумев высвободиться. Наши породы собак по физическому и умственному развитию не превосходят диких, которых мы называем волками. Но когда речь идет о специализации, тут они намного выше. Возможно, вина за то, что наши собаки способнее не в целом, а лишь в своих специализированных областях, лежит на подавляющем большинстве их владельцев. Мы ошибаемся, утверждая, будто все наши собаки склонны слушаться и подчиняться. Стоит только одной проявить больше ума, чем у других, как ее тут же отдергивают, считая, что она доставляет чересчур много хлопот. Обычно собака демонстрирует сообразительность, быстро изобретая способы вырываться на волю. Ее называют беглянкой и не хотят больше держать. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк и не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео появляются каждый день.